Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим построение воротника, воротника шалевого и посмотрим мы сегодня без всяких расчетов. Все будем сразу кроить на выкройке основе. Рассмотрим, как мы должны с вами добиться вот такого прилегания. Рассмотрим, где нам нужно правильно сделать первую пуговичку. Вот смотрите, вот так вот выглядит наш воротничок. Обязательно в этом воротничке нужно будет делать подборт. Мы уже с вами рассматривали английский воротничок. И английский воротничок идет шивной, он идет отрезной, шалевый воротник в отличие от английского. Он идет, как видите, цельнокроеный, он идет проще в обработке. И сегодня мы рассмотрим, как без всяких расчетов сразу сделать вот такой вот воротничок. Начинать построение воротника будем на выкройке основе. Что нам нужно сделать? Убрать нагрудную выточку. Если у вас есть нагрудная выточка и она у вас, допустим, в фасоне предусмотрена, пока ее можете перенести в линию бокового шва, потом вернете ее на место. Итак, что мы делаем? Мы должны расширить горловину. Расширить где-то сантиметра на два. У меня это не выкройка, это просто рисунок и ничего здесь не соблюдено. Поэтому я буду приблизительно тоже откладывать. Сантиметра два мы должны расширяем горловину. Расширяя горловину на два сантиметра по линии переда, мы должны точно так же на два сантиметра расширить горловину по линии спинки. Это тоже обязательно. Затем необходимо нам будет, после того, как мы расширили по спинке линию горловины, мы должны измерить, поставьте на ребро сантиметр и измерьте величину. Ну, допустим, мы измерили и получили там девять с половиной сантиметров. Вот я запишу, девять с половиной сантиметра. Затем от точки, вот мы два сантиметра отступили в одну сторону, один сантиметр отступаем в другую сторону, то есть обратно. Теперь необходимо нам отложить, где будет у нас застежечка, то есть глубину выреза. И по глубине выреза мы должны определиться, где же у нас будет идти первая пуговица. И, например, вот у нас центр груди. То пуговица должна быть либо по этой линии, либо чуть-чуть ниже, но тогда выше уже быть не должно, потому что в этом месте, если пуговицу не делать, а делать еще пуговицы поднимать выше, то в этом месте всегда будет расходиться. То есть вот мы определили, допустим, у нас, вот я вот так вот провожу линию, это глубина горловины. Теперь ширину подборта. Ширину подборта будем откладывать в зависимости от того, какое это изделие. Или это блузка, или это платье, или пиджак. Для блузки хватит сантиметра полтора, два, для пиджака мы можем взять два с половиной, три сантиметра. Вот я буду брать два с половиной сантиметра. И это я беру без учета на швы. Вот будет наша застежечка здесь. Значит, где-то на 5 мм вверх поднимаем. Вот мы подняли на 5 мм вверх от застежки. И соединяем точку с точкой полученной, вот где мы как бы продлевали линию. Это у нас будет линия перегиба лацкана. Можем провести прямую линию. Вот мы ее провели. Дальше мы с вами измеряли, я записывала, было не видно, 9,5 см. Это горловинка спинки. Прикладываем, вот у нас идет горловиночка переда. И вот так как бы продлеваем вверх на 9,5 см. Вот я буду выкладывать 9,5 см. Видите, она немножко у нас ушла вот. Не по прямой пошла. А если взять по отношению к нашему плечу, она идет почти перпендикулярно, но все равно идет вот уклон, наклончик. Вот мы отложили 9,5 см. Мы должны понимать, что воротник у нас будет шивной. Вот здесь будет линия сгиба. И вот здесь теперь мы откладываем перпендикуляр по отношению к этой линии. И воротник будет, допустим, ширина его 8 см. Мы взяли. Вот, 8 см. Ну, шаревый воротник может быть разным. Он может быть зауженным к линии, застежки, а может быть расширенным. Ну, давайте мы сначала нарисуем расширенным, а заузить мы всегда успеем. Что мы дальше делаем? Мы прорисовываем воротничок. Ну, я его буду сейчас делать вот, расширенным, допустим. Вот так вот он у меня будет идти. На самом деле, вот это вот самая такая легкая методика построения. Что я хочу теперь добавить? Теперь для того, чтобы воротничок у нас лучше прилегал, необходимо нам будет разрезать его на 3 части. Даже не разрезать, а надрезать. Давайте сейчас мы вывернем, посмотрим, что у нас получается. Сейчас я его разверну. Мы сделали его пока, как видите, расширенным. Вот здесь вот обязательно необходимо сделать прибавку на шов, потому что мы будем стачать в этом месте. Ну, давайте прибавить. Вы можете прибавить даже чуть-чуть больше, потом лучше срежете. Для того, чтобы у вас лучше прилегал воротничок, возможно, при примерке вы внесете какие-то корректировки. Потому что у каждого человека и плечи, наклон плеча разный. Вот я его пока вырезала, мы еще будем вносить изменения. Вот у нас линия перегиба, видите, и воротник мы получаем... Вот он имеет какую-то форму внизу, видите, вот мы его сделали. Можем его сделать более скругленным, можем его сделать вообще вот таким вот к линии перегиба. То есть в зависимости от вашего желания. Ну, давайте его сделаем немножечко меньше. Мы можем его сделать фигурным. Ну, этот воротничок, он идет цельнокройный. Дальше давайте смотрим. Ну, вот в этой части, как видите, у нас еще не красиво. Это мы с вами рассматриваем, чтобы нам никаких расчетов не делать. Разрезаем. И будем сейчас раздвигать. Подкладываем бумагу под низ. И теперь нам нужно раздвинуть миллиметров на 5-6 между каждой разрезанной линией 5-6 миллиметров. Ну, вот я раздвигаю. И опять-таки, эта величина, она может быть и немножечко другой. Поэтому вы можете сначала сделать на ткани, которую вам не нужно приложить, определиться, как же будет выглядеть ваш воротничок. И теперь смотрите, вот я вижу, что у меня вот здесь я бы прям чуть-чуть вот добавила. И вот здесь вот мы немножко вот к этой линии прям добавим. Вот эти 2 сантиметра, которые мы откладывали. Почему я сразу сюда не провела линию? Потому что вот мы делаем изгиб. Видите, оно закругляется у нас. Вот, вырезаем. И получаем уже более правильный воротник. Ну, на самом деле, вот здесь вот воротник, вот эта вот его часть, она может заходить еще больше, быть вот такой вот прям вогнутой. В зависимости от того, каким вы хотите видеть воротник. Или чтобы он у вас был как бы лежачим. Либо чтобы он у вас был немножко стоячим по спиночке. В зависимости от вашего желания, еще раз повторяюсь, сделайте примерку, расклеите из ненужной ткани, и вы посмотрите, это тот воротник, который вы хотите или нет. Ну, нам осталось теперь вырезать его из ткани. И, в принципе, воротник готов. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос и показала вам сейчас я самый легкий способ построения, при котором нам не нужно использовать никакие расчеты. Единственное, что мы здесь учли, это горловиночку. Все остальное мы отложили ширину, прорисовали, разрезали, развели в сторону. Все. И воротник готов. Надеюсь, видео было полезным для вас. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok